Когда немцы вошли в тепли, насилие началось с первых дней, потому что по ночам врывались в еврейские дома, грабили, избивали, насиловали. Мы с мамой были в рабочем лагере, мы работали на каменоломне. Все время голодные. Мы исхудали, все быстро так исхудали, ели ходили, сил не было. Мама мне всегда говорила, что она не голодная. И она мне старалась налить немножко из своей банки, старалась мне изо рта дать разжеванный хлеб. И записали на список. И на завтра, на утро, подъехали эсэсовские машины, и нас, кто был в этом списке, посадили в эти машины. Когда я шла с мамой за руку к машине, немец показал на меня рукой и сказал, это еще поработает. Оставили в машине. Она кричала, доченька, доченька, я слышала ее голос. Доченька, Бог будет с тобой. И машины уехали, а я осталась. Их расстреляли. А мы даже слышали выстрели. И мы сразу все узнали, что их расстреляли. Вот мне сейчас 94 года. То я до сих пор вижу сон, прощание с мамой. И я это забыть не могу. Все местечко переселили на одну маленькую улочку. И сделали гетто. Но там было около двух тысяч человек, евреев. И повели к яме. И туда погнали. И там их всех расстреляли. Моего папу оставили в числе местных специалистов. Их оставили 20 человек. Папа моим очень тяжело болел. И он умер, не дожив до освобождения, только 18 дней. Кроме меня, моей старшей сестры и моего старшего брата, все родственники были убиты. Погибло 49 человек. Я для себя решила, что я должна оставить память о тех дорогих людях, которых я помнила. И я стала описывать судьбы всех погибших и сумела передать мне отношения. Про Израиль мы давно мечтали, но нас не выпускали. Но я хотела жить в своей стране, в моей стране. И когда я сюда прилетела, я поцеловала землю. Это мой дом. Тут у меня внуки, правнуки. Я счастлива. Субтитры создавал DimaTorzok